МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В результате нашей съемочной группы опять работает спецрепортаж подробностей 2-я серия. Инициатор панамского скандала раскрыл карты, что двигало человеком, благодаря которому стали известны секреты сильных мира. Итак, начнем. Волшебная сила взятки. Сотрудники оперативного штаба, борцы с незаконной добычей янтаря, делегированные в Ривненскую область, чтобы пресечь беззаконие, сами попались на взятки. Цена вопроса невысокая. 300 долларов каждому СБУ и прокуратуры сегодня задержало двух служащих спецподразделения, которые получили такую мзду за разрешение на работу мотопомпы. Больше знает Инна Белецкая. Дубровица в этом райцентре дислоцируется одной из спецподразделений, которые работают при оперативном штабе. Полиция, спецназначение. Но борьба с незаконной добычей янтаря в этом районе не увенчалась особым успехом. Оказалось, что разрешение на работу помп дают за взятку. Те, кто призван оперативно с этим бороться. За фактом систематического удержания неправомирной выгоды работниками спецподраздела милиции, которые прикомандированы до соответствующего штаба. В судном следствии установлено, что вказанная посадовая особа как минимум дважды получила неправомирную выгоду в размере 300 долларов США с граждан, старателей, которые незаконно выдержали борщину. В прокуратуре рассказывают, как было дело. Замкомандир взвода Львовского спецподразделения отправил своего подчиненного за деньгами от старателей. Тот получил 300 долларов, с которыми его и задержали. Полицейский признался, его послал командир. Руководитель спецподразделения объясняет, комментировать не имеет права. Но в штабе тишина на звонки не отвечает. Правда, начальник Ривненского управления полиции через пресс-службу в соцсети поблагодарил сотрудников СБУ и прокуратуры за выявление паршивой овцы. Вот только в прокуратуре объясняют, по оперативной информации, это далеко не единичный случай. И деньги за крышевание берут не только руководители среднего звена, но и служащие высшего ранга. Доказать это дело времени. Работают, по примеру, бывшего начальника Сарнинского райотдела Игоря Харитонова, запрещая подчиненным документировать незаконную добычу. Напомню, это происходит по звонку. А вот как реагируют суди на такие действия полицейских. Вчера Ривненский апелляционный суд отменил постановление об отстранении Игоря Харитонова от занимаемой должности. Видимо, коллегия судей сочла, что без таких ценных кадров полиции не обойтись. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер, Ривненская область. А вот в Хмельницкой области сотрудники СБУ поймали уже более высокооплачиваемого взяточника. Депутат районного совета, который также возглавлял территориальную громаду, требовал у частного предпринимателя 20 тысяч гривен. Иначе угрожал лишить бизнесмена права на аренду озера. Сейчас следователи готовятся предъявить депутату постановление о подозрении в вымогательстве. 20-летний парень погиб. Шестеро детей. Все девочки в возрасте от 6 до 16 лет получили ранения в результате взрыва гранаты. Это произошло накануне вечером в селе Дубина Полтавской области. Местный житель решил похвастаться. Перед соседями гранатой в доме, кроме него, в этот момент находились шестеро детей. Граната взорвалась. Правоохранители уже определили. Это была боевая F1. Как она попала к парню, сейчас выясняют следователи. Хвостун погиб на месте, а девочек с осколочными ранениями разной степени тяжести доставили в больницу. А ты можешь маме перезвонить, чтобы забрали? Он ее подрывал, такой маленький взрыв, как в петарде получается. Мы ничего не поняли в шоу. Выбежали на улицу. Я смотрю, у меня с ноги кров течет, на голове кров везде. Один из девочек довелося ампутировать обе-две кинцовки ног. Другие девочки перебывают с осколочными ранениями разной степени тяжкости. В межах криминального проведения установляется канал на входе зброи до территории Новосажевского района, а также обстоятельства трагедии. И закон, и полиция им не указ. Черные менялы снова активизировались. Не прошло и двух дней, как обменка в столице, к которой приезжали правоохранители и обещали закрыть, снова заработала. Елена Зорина в этом убедилась, и вот что из этого вышло. Это та самая обменка в спальном районе Киева, куда два дня назад съезжались десяток правоохранителей. Работает и даже очереди собирает, как будто ничего и не было. Чек можно? А не, ладно, ладно. Общественные активисты покупают валюту. В этом обменном пункте я приобрел 50 долларов в США. На мою просьбу дать чек, мне сказали, что чеков не выдают. Увидев журналистов, кассир закрывается. Чи можем мы побачить документы на ваш обменный пункт? Не, не, че. Правоохранители на вызов в этот раз приезжать не спешат, пока ждем, звоню их руководству. Два дня назад здесь были все, утверждали, без решения суда руки связаны. Но вот что обещали. Я думаю, что, наверное, после этого репортажа они не откроются. Теперь общаюсь с полицейским начальником по телефону. Мы снова возле того же обменного пункта, и он снова работает, хотя вы обещали, что он работать не будет. Да, по-моему, сейчас группа туда выезжает. Звоню и другому начальнику управления защиты экономики. Правоохранителю, который на камеру убеждал, что количество нелегальных обменок в разы уменьшается. Приглашаю увидеть все воочию. Спустя полчаса появляется патруль. Сразу и место обменки найти не может. В ларек не заходят. Решается следователь. Но ни дверь, ни окошко не открываются. Больше часа возле обменки ходят кругами. Активисты не выдерживают. Решают звонить спасателям. Может, они помогут. Мы ее видели в окне, и она не реагирует, не отвечает. Сказали, что полиция должна вызвать. А желающие поменять деньги идут и идут. На лесной массив поедете, ни одной обменки нет. Ну, где их менять? Да никто ему не оформит документы. У нас страна такая. Приезжает частная охрана. Тревожная кнопка? Да. А спустя еще час появляется вот этот мужчина с портфелем. Меня зовут Александр. Я бы хотел пообщаться с правоохранительными органами. А кто вы? Я сейчас не готов давать интервью. Извините. Позже выясняется, он якобы адвокат-кассира. Почему в остальных обменниках люди не прячутся? В этом обменнике, ну как ты? Ну, потому что обменник, это громко сказано. Ну, а что это? Это помещение. Оборудованное под обменные фонды. Адвокат не сам, а вот с этими ребятами спортивного телосложения. Просто ходим. Ноги есть и ходим. Я смотрю, что не один круг проходили. Хорошего дня, девушка. День плавно переходит вечера. Александр все-таки уговаривает кассира открыть дверь. Та сходу заявляет в ларьке на стажировке. Вы не меняли ничего, правильно? Нет. Вы ничего не меняете? И просит вызвать врача. Скорая уже в пути. Диагноз медики ставят сразу. Стресс. Гипертоничный кризис. Женщину с пакетом и сумкой увозят. Договор с защитником она так и не успела подписать. Но Александр остается представлять ее интересы во время следственных действий. Еще час и правоохранители открывают двери. Несут счетную машинку и пакет с деньгами. Близко 47 тысяч. Гривень. А люта была? Не, не была. Можливо, и там взагаля не было. Доллары могли быть в одном из отсеков сейфа, но ключ не нашли. Его опечатывают, как и саму обменку. Думаете, нельзя будет? Все может быть. На кассира составляют админпротокол. Ей грозит штраф до 750 гривен. А судьбу обменки и изъятых денег решит суд. Елена Зурина, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Продолжаем выпуск. Загадочная смерть женщины в Абухове Киевской области привела к отстранению от службы сразу троих полицейских. 37-летняя Людмила в ночь с 1 на 2 мая отдыхала в одном из городских кафе в компании сотрудников органов. По словам очевидцев, около 2 часов ночи женщина собралась домой. Полицейские вызвались ее подбросить на автомобиле, но в итоге спустя 4 часа привезли без сознания в городскую больницу. Принаймні, как говорят часть этих молодых ребёнок, что они ехали сначала к ней домой, пытались узнать, где есть адреса, а потом никак не дознались, смотрятся, что их хуже и хуже становится, они поехали в больницу. На ранок было проведено экспертизу, не было выявлено будь-яких телесных ушкоджений или, скажем, как родители заповняют факт ухвалтования. Кстати, экспертиза показала, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, но родственники, погибшие этим результатом, не поверили и настояли на повторном обследовании. Сейчас открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство» и дело передано в прокуратуру Киевской области. Подробности будут следить за этим расследованием. Международный скандал с силами одного села жителей Волынской деревни Ветлы возмутила демаркация украинской-белорусской границы, мол, у них забирают канал. При этом демаркацию проводили вполне законно, согласно международным соглашениям, но селяне этого не слышат. Вот так, с криками и скандалами, селяне не дают белорусским пограничникам установить демаркационные столбики. Люди считают, у них незаконно отбирают Жировский канал, который проходит вдоль границы. Селяны уверены, канал – территория Украины и нечего его отбирать. У нас всегда была наша жители, белорусы ее никогда не охраняли. Умовный кордон и шел по центру Жировского канала. Селяне боятся, что белорусы используют канал в своих целях и спустят воду в соседнее водохранилище. А это может осушить местные озера. Ничего подобного заверяют соседи. Они всего лишь выполняют международное соглашение, демаркируют границу именно так, как договорились с Киевом. Их украинские коллеги целиком их поддерживают. Сколько метров вы можете перераховать сами? На этой площади может быть 15 метров, 10 метров, 3 метров. Украина ратифицировала этот договор еще в 1997 году. Республика Беларусь в 2010 году, но он был в действии в червне 2013 года. С этого момента уже нет никаких подстав и суммиров, как проходит государственный кордон между Украиной и Республикой Беларусь. В 2013 году начали границу демаркировать, устанавливать столбики, рыть защитные рвы, то есть обозначать границу на местности. Решение принималось по каждому отдельному участку. Оскільки ця триедина гидротехническая споруда обслуговывалась, використовывалась в радянских часах Республику и Беларусь и ее гидротехническими службами, то целиком логично передати цей канал для подальшего обслугования беларуськой стороне. Был подписанный договор, який набув чинностей, який на эти в Организацию Бедных Наций зарестрован. Теперь беларусы ждут, пока их украинские коллеги договорятся с селянами, чтобы продолжить демаркацию. Я оценки не даю ситуации. Есть командир, пускай дает оценку. Тем более, что это граждане Украины. В настоящее время работы приостановлены. Пока украинско-белорусская граница демаркирована в трех приграничных районах. Это, кстати, первый случай, когда работы пришлось остановить из-за протестов селян. Анна Каменева, Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Волынская область. Ультиматум Гройсмана. Таможенникам побороть коррупцию или уйти с работы. Сегодня премьер побывал во Львовской области, поздравил львовян с Днем города и провел совещание на таможенном пункте пропуска Краковец. Для борьбы со взятками на границе премьер создает специальное межведомственное подразделение. Оно будет контролировать работу таможни. Туда войдут 100 человек. И планируется, что это подразделение будет сотрудничать с нацполицией и антикоррупционным бюро. У вас есть три месяца на то, чтобы навести лад на украинские митницы. Честно. Честно. Если у вас есть на это політичная воля, я вас поддерживаю. А если нет, то я бы хотел, чтобы сегодня много митников меня почувствуют. Пишите заяву, лучше отходите в сторону. Бои с мета. Главное для нас на сегодняшний день прикрыть весь захидный кордон. Потом мы будем... Я думаю, что наступный крок будет уже десь с вересня месяца заниматься частью южного кордона и частью кордона от Харьковской области до Житомирской области. В селе Гатное под Киевом сегодня с почестями перезахоронили останки 45 бойцов Красной Армии. Они обороняли и освобождали столицу в 41-м и 43-м. Как искали, опознавали останки, удалось ли найти родственников погибших, знает Ирина Романова. Тогда, в 41-м, им было, как сейчас, семь юношам в почетном карауле по 19 и 22. Они погибли в первые дни войны, когда враг наступал на Киев. Останки Николая Акимова, Анатолия Голубева идентифицировали по запискам, найденным в посмертных медальонах. Александра Турлова, погибшего в 43-м, при освобождении столицы поисковики опознали по медали за боевые заслуги. А 38-летнего Василия Хоменко из Черниговской области по надписи на котелке. Многие не заполняли смертные медальоны. И что касается уже наступательной операции 43-го года, были отменены солдатские медальоны, карбоновые капсулы с бумажкой. И были введены книжки красноармеец. За полгода поисковикам удалось найти останки 45 бойцов, опознали четверых. Все они погибли в Киевской области, возле Лютежа, Березани. Но большинство под селом Гатным. Здесь в первые месяцы войны шли самые жестокие оборонительные бои. Именно здесь, рассказывает председатель Сельсовета ветеранов, в сентябре 41-го погиб его отец. Но об этом Василий Кучер узнал только спустя 25 лет от местной жительницы. Я хавала под вашей фамилией одного человека и показала мне маленькую фотокарточку. Тут была первая линия обороны, вокруг Киева. Вся войсковая техника шла немецкая на Киев. И вот уже, когда они наступали, на целой линии обороны текали, и тут поле было все укрыто трупами. В этом году, рассказывает Василий Антонович, в годном умер последний человек, принимавший участие в тех боях. И сегодня проститься с погибшими приехали ветераны из соседних сел и городков. Николай в Лосюку 91 на войну ушел в 43-м. Начал я скорость ученщиковского окружения и закончил в Праге. Два года с немцами воевал, а потом отправили на Манчжуре. Поклониться павшим и живым пришли сегодня и нардепы. Спасибо вам за эту большую победу, большей военной войне, благодаря которой наша страна смогла развиваться и быть свободной. Спасибо вам за то, что после войны вы восстановили десятки, сотни мест, тысячи селик и дали возможность нашей стране жить. Есть здесь и те ветераны, которые встречали 9 мая в Берлине и видели, как на Рейхстаг водружали Красное Знамя, без которого, кстати, в этом году впервые пройдет День Победы. В связи с декоммунизацией оно уже почти год под запретом. Запрет использования Знамя Победы, который прозвучал из уст некоторых чиновников перед Днем Победы Великой Отечественной Войне, это политическая мракобесия и это издевательство над памятью погибших и над ветеранами. Мы уже подали документы в суд и отменим это решение. Личные вещи бойцов поисковики собирались передать родственникам, но те из России не приехали. И только котелок с инициалами Василия Хоменко поедет в его родное село в Черниговскую область. Это мой земляк. У мамы было пять сынов с детьми, он был наимолучшим. Один только пришел домой, а четыре погибли. Ирина Романова, Алексей Шматов подробности телеканал Интер. Президент сегодня открыл в Полтаве памятник Ивану Мазепе. Петр Порошенко назвал это событием общенационального значения, ведь это первый в Украине полноценный памятник Гетману. Во время своего выступления глава государства поблагодарил активистов, меценатов и полтавчан за поддержку идеи. Монумент был готов еще семь лет назад, но местные власти все это время не разрешали его установить. Порошенко назвал Мазепу символом украинского сопротивления России. По его словам, открытие памятника восстановит историческую справедливость. «Замясь российской анафемии Ивановой Мазепи сегодня принадлежит настоящая наша украинская слава. Мы уважаем украинского героев украинского отмечаем свои света и свои памятные даты. И больше никогда не допустим экспансии радянско-российской имперской идеологии в украинский простир. Тут вам не русский мир, тут украинский свит». На нынешней войне пока относительно затишья и интенсивность обстрелов на мариупольском направлении снизилась. Боевики открывали огонь по нашим позициям трижды. Тяжелое вооружение не использовали. В самом городе готовятся к 9 мая. Два года назад именно в этот день здесь были беспорядки и пролилась кровь. Подготовку к охране порядка в нынешнем году увидел наш корреспондент Александр Пантелеймонов. Это учение правоохранителей. По легенде террористы захватили здание местной полиции. В течение получаса нападавших полностью заблокировали и окружили подразделения силовиков и военных. Начался штурм. Силовики разделили здание на секторы, затем отсекли те участки, которые террористы плохо контролировали. У захватчиков не осталось другого выхода. Пришлось отступить и забаррикадироваться в здании КПП. Дружины, сдавайтесь, через минуту приступаем к штурму здания. Будем вести огонь на поражение. Через несколько минут условные захватчики стали выходить по одному. Полицейские признают, в реальной жизни, как правило, все проходит не так гладко. Но сейчас было важно отработать взаимодействие с военными. Отработали указанный сценарий и получили навыки по отражению нападения. В результате проведения учения можем сказать о налаженности взаимодействия между полицейскими и воинской частью, военными. В этом году, 9 мая, силовиков переведут на усиленный режим патрулирования, укрепят и охрану ключевых городских объектов. Александр Пантелеймонов, Паксим Чеблин и Антон Чиженко подробности в телеканал Интер. День Победы уже сегодня отмечают в Кривом Роге. Праздновать там традиционно начинают еще накануне 9 мая. В этот раз был даже парад военной техники. Германия полностью разгромлена. На календаре еще 7 мая, но уже сегодня сотни горожан выстроились вдоль центрального проспекта города. Слушают ту самую легендарную радиозапись, которая возвестила в 45-м о победе над гитлеровской Германией. У каждого ветерана своя история победы. Второй Белорусский фронт дошел до Берлина. Участник штурма Берлина нас отправили на Кенисберг, а мы не дали испытать немцам 100 подводных лодок. Рядом с ветеранами Второй мировой женщины и дети с портретами героев АТО пришли почтить память своих мужей и сыновей. Яманов Алексей Петрович 88-го года рождения десантник 25-й парашютной десантной бригады 9-й роты погиб 17-го августа. Сейчас мы особенно понимаем, что такое мир и как он важен. Мы вместе с вами все сделаем для того, чтобы был мир и развивалась Украина. Звучит колокольный звон, в храмах города молятся о мире. Горожане под зонтами, идет дождь, но никто не уходит. Мы хотим почтить память погибших в этой войне очень ужасной. И дождь не является помехой, чтобы почтить память героям. По проспекту в боевой машине везут вечный огонь. Его передают в каждый район города. День Победы это самый святой праздник. У нас никогда не погасит вечный огонь. Мы защитим наших ветеранов, не дадим переписать историю. В этот раз парад проводят с участием боевой военной техники времен Второй мировой. Возглавляет колонну фронтовой Т-34. От 9 мая жители Кривого Рога вновь соберутся здесь же на проспекте еще до рассвета. Это тоже традиция. Со свечами, цветами и фотографиями погибших солдат встретят День Победы. Наталья Грищенко, Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер Днепропетровская область. День Победы противоречивый праздник для такой сложной страны как Украина. И вот в результате декоммунизации в Черновцах вскоре могут демонтировать монумент с боевым танком. Именно он в 44-м первым вошел в город в составе частей Советской Армии. Последний из оставшихся в живых освободителей Черновцов 90-летний ветеран войны Александр Суров вспоминает тогда им дали приказ не стрелять и не разрушать город. Но сегодня город может уничтожить памятную машину инициативой проводить декоммунизацию возмущенный оппозиционер Михаил Попиев который сегодня проведал ветерана. Гатуша резиденция нужно чтобы правда была есть победители Великой Вечеринской войны есть победители Другой Войны которых признав свет которые были вместе в антигитлеровской коалиции это герои и нам нужно с них брать приклад. Зато сегодня в Киеве появился новый памятник Люди Победы это первый в Украине монумент посвященный именно ветеранам Великой Отечественной войны. Скульптурная композиция установлена инициативной группой киевлян при поддержке телеканала Интер в живописном парке Победы как память и благодарность всем кто защищал родину во время войны с нацизмом. Образ героя в композиции собирательный а прототипами стали стрелок радист Анна Коломейцева и летчик Герой Советского Союза Иван Селефонов. Спасибо Великое за создание этого памятника это памятник нашей эпохи участникам Великой Отечественной войны победителям спасибо спасибо за то что вы защитили нас много лет назад сохранили для нас родину и вы завоевали для нас победу сегодня мы говорим что мы потомки победителей эти слова они обязывают нас побеждать и дальше И дальше очередная история нынешней войны 8-летняя Зарина из села Зайцево которая красной точкой горит на карте зоны АТО безвыездно живет под пулями и снарядами Почему ее семья не может вырваться из ловушки при фронтового села и как девочке пришлось усвоить горькую науку войны продолжит Ирина Баглай Для 8-летней Зарины бабушка и мама и учительница когда-то на этой площадке играла с одногодками теперь на улице которая фактически стала линией огня осталась жить только их семья как в дом пришла война девочка помнит спустя два года На их улице по-прежнему опасно за огородами уже позиции боевиков военные вырыли окопы рядом с площадкой выживает семья за счет хозяйства Пенсию Тамара Тимофеевна не получает уже полтора года в селе как в ловушке не выехать на переоформление ни статус переселенца получить на оккупированную территорию села за помощью в рублях идти не хочет поэтому как только потеплела заряне не до игр на огороде она первая помощница Когда мы с бабушкой шли, Саша помидоры стрельнули и ветка отскочила я с бабушкой мы легли После того как в дом попала мина вся семья переселилась в подвал ночуют здесь пятером вещи первой необходимости всегда под рукой у каждого свое место Вот документы аптечка вот книжки есть Если обстреливают Зарине приходится здесь делать уроки как и остальные дети при фронтовых сел образование получает самостоятельно дорога в школу закрыта на оккупированную часть не пройдешь а до мирной территории километры разве что пешком но больше всего Зарина мечтает увидеть маму и своих маленьких сестер с которыми разделила война Больше всего скучаю за сестрами за Тамарой и Алиной А сколько не видела их? Два года Ирина Багландрей Костюк Руслан Терентьев из Донецкой области подробности телеканал Интер Далее новости из-за рубежа Варшаву сегодня захлестнула волна протестов на улице польской столицы вышли более 200 тысяч демонстрантов два митинга собрали оппозиционеры и националисты одни выступали против политики власти а именно реформы конституционного суда расширения полномочий полиции а также попытки взять под контроль общественные медиа путем национализации националисты в свою очередь критиковали Евросоюз за вмешательство в польскую политику свой митинг они провели под лозунгом «Будь мужественной Польша» новоизбранный мэр Лондона принял присягу в адрес Саддика Хана звучат поздравления от коллег со всего мира но до сих пор молчит британский премьер Дэвид Кэмерон почему он не спешит поздравлять одного из главных политических деятелей страны знает Светлана Чернецкая наш субкор в Лондоне Саддик Хан стал первым мусульманином на посту мэра Лондона и очень символично что он решил принимать присягу городу в христианском соборе я даже не могу передать словами насколько был рад звонку с просьбой провести здесь это событие наш первый мэр мусульманин то чем мы как христианская община очень гордимся Лондон один из самых многонациональных городов мира здесь смешались народы культуры и религии поэтому неудивительно что новый мэр представитель нацменьшинства родители хана пакистанцы приехали в британскую столицу за несколько месяцев до его рождения семья жила очень скромно вместе с шестью братьями и сестрой Саддик ходил в обычную школу провел обычное детство лондонского мальчишки я настроен представлять каждую общину каждую часть нашего города как мэр всех жителей Лондона не все знают но я родился в нескольких милях отсюда в доме предоставленном городскими властями тогда я даже мечтать не мог что буду стоять здесь как мэр я здесь только благодаря возможностям и помощи которую этот город оказал мне и моей семье и я буду работать чтобы такие же возможности были у всех лондонцев целый день в адрес новоиспеченного мэра приходит поздравление со всех уголков мира коллегу поздравили городоначальники Парижа и Нью-Йорка успехов в работе пожелал и вчерашний соперник Хана консерватор Зак Голдсмит миллиардеру и потомственному политику так и не удалось завоевать сердца избирателей он проиграл с разрывом в 14 процентов а вот премьер страны до сих пор молчит Дэвид Кэмерон игнорирует избрание нового мэра британской столицы он до последнего надеялся что соратник по партии Голдсмит сможет занять этот пост и видимо все еще оправляется от поражения похоже Дэвид Кэмерон и Садик Хан никогда не станут друзьями слишком много грязи была вылита во время избирательной кампании консерваторы во главе с премьером обвиняли Хана в опасных связях с экстремистами во время его правозащитной деятельности и от слов своих отказываться не спешат но тем не менее ближайшие четыре года кабинет мэра Лондона будет занимать именно Садик Хан и хочешь не хочешь с ним придется считаться Светлана Чернецкая Иван Ермаков подробности британское бюро телеканала Интер борьба с социальной несправедливостью источник так называемого панамского архива впервые объяснил свои мотивы в США тем временем на волне панамского скандала активизируют борьбу с отмыванием денег как будут бороться узнавал наш корреспондент Тихон Зятко Из-за панамского скандала в США вводят новые финансовые правила они призваны заставить компании раскрывать больше информации о владельцах эти меры часть компании Белого дома по борьбе с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег накануне президент Барак Обама выступил перед журналистами с разъяснениями новых инициатив эти действия должны изменить ситуацию они позволят нам улучшить работу по отслеживанию финансовых потоков мы будем удостоверяться что люди платят налоги а не скрывают средства в офшорах предполагается что некоторые законы примет и конгресс они должны закрыть лазейки в нынешнем законодательстве Обама не скрывает новые меры связанные с недавней публикацией так называемого панамского архива огромного числа документов показывающих масштабы вывода средств компании и физических лиц в офшоры и хотя американцев там почти нет власти США обещали отреагировать кстати организатор утечки документов впервые заговорил он опубликовал манифест в немецкой газете Züdeutsche Zeitung причиной своего поступка этот человек подлинное имя которого неизвестно называет социальную несправедливость коррупция пишет он ведет к пропасти между бедными и богатыми утверждает что готов и сотрудничать с правоохранителями правда при условии что ему будет гарантирована судебная неприкосновенность Тихон Зитко Юрий Романюк подробности Американское бюро телеканал Интер и на этом выпуск завершен за дальнейшим развитием событий следите на нашем сайте подробности Юэй увидимся через неделю с наступающим днем победы и до встречи на Интере Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Юй